Всем привет! Меня зовут Влад и сегодня я вам расскажу как настроить выгрузку данных из Monobank в Telegram. Это необходимо, чтобы в автоматическом режиме передавать новые транзакции из Monobank в другие системы. Например, в Telegram отправлять сообщения при каждом получении новой транзакции в Monobank. Удобно их хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. В качестве системы источника данных выбираем Monobank. Далее необходимо указать действие, загрузить транзакции новые. Далее необходимо подключить ваш аккаунт Monobank к системе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть продолжить. Далее необходимо зайти в приложение Monobank в раздел «Еще» и выбрать пункт «Сканер QR-кода». Отсканируйте QR-код с экрана и предоставьте доступ к вашим данным. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Далее нам необходимо указать счет и тип транзакций, которые вы хотите передавать. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Далее мы видим тестовые данные по одной из ваших транзакций Monobank. Если вас все устраивает, кликаем «Продолжить». На этом настройка источника данных Monobank успешно завершена. Далее необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем «Телеграм». Далее необходимо указать действие «Отправить сообщение». На данном этапе необходимо подключить ваш аккаунт «Телеграм» к системе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Продолжить». Копируем название нашего Телеграм-бота и переходим в Телеграм. Находим в поиске нашего бота и запускаем его. Возвращаемся в систему Apex Drive. Копируем строку для подключения Телеграм-бота и отправляем ее в виде сообщения. Возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Далее нам необходимо заполнить поле переменными из системы «Монобанк». Для того, чтобы добавить переменную, кликаем по полю и выбираем переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только добавлять переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, кликаем Enter. Когда все необходимые данные назначены, кликаем «Изменить» и «Продолжить». Далее мы видим тестовые данные, которые будут передаваться в систему Телеграм. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Телеграм». Переходим в Телеграм и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Далее необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok